Я бы сказал, наверное, есть кризис профессиональной журналистики, но есть расцвет журналистики как таковой, гражданской журналистики. Именно потому, что появились совершенно новые медиа, с помощью которых можно делать. Вот мы с вами стоим и разговариваем, и себестоимость этого проекта, она близка к нулю. И каждый может себе такое сделать и размещать в интернете, и это будет весело, интересно, здорово, и это будут люди смотреть. А раньше для этого нужно было бы большую студию, миллион долларов, вещания, лицензии и так далее. Всего этого сейчас уже не нужно. Поэтому барьер для входа на рынок журналистики, на рынок информации, он резко падает, это хорошо. На этом рынке становится демократия, то есть существует большое количество теперь информационных источников, и потребитель может из них выбирать. Другое дело, что, конечно, есть и обратная сторона вопроса, что большое количество информации рождает большое количество информационного шума. И выбрать надежный источник очень сложно. Но, опять-таки, это естественный спутник вот такого переходного процесса. Я уверен, что мы увидим на протяжении ближайших 10-20 лет становление новых медиафолдингов, которые будут опираться на таких вот любителей, которые будут снимать видео, снимать аудио, создавать свои радиостанции. Ведь, например, весь нынешний рынок FM-радиостанций, я напомню, он родился из протеста 1968 года, когда были любительские радиостанции, вообще FM-диапазон, он родился тогда. И вот из такой партизанской истории это превратилось в серьезный большой медийный рынок профессиональный. Я думаю, что и с интернет-СМИ и так далее, вот с блогерством будет происходить то же самое. Продолжение следует...